В Уфе начались съемки фильма «Душа пирата». Производством ленты занимается московская кинокомпания «Студия 4». Это приключенческая история о друзьях-школьниках. Главные роли исполняют мальчишки и девчонки из нашей республики, а также два лабрадора. Легко ли было подружиться актерам, узнаете из сюжета. Самая добродушная порода в мире, наверное. На площадке их приходится отвлекать от обнимашек с детьми, чтобы продолжить работу. Лабрадор Ирия исполняет роль собаки по имени Пират, а ее дублер – сестра Асти. Они равноправные члены съемочной группы, даже гримируются перед сценой. Хорошо, что у них уже есть база различная по поиску, аппортировке, основные базовые команды. Какие вы учили? Ну, например, нам было не надо, но сейчас учили команду ползти. Или, например, идти, опустив вниз голову. То есть идти медленно, опустив голову вниз. Команду назад мы тоже учили, например. Потом бегать за хвостом на расстоянии. То есть это все новое. По сценарию главные герои думают, что в тело собаки по кличке Пират вселилась душа их друга. Ведь после того, как Пашка попал в больницу, о нем давно ничего не слышно. А значит, пора его спасать. С этого момента и начинаются настоящие приключения. Сцена 47-я, кадра 1-й, дубль 4-й. Юные актеры все из городов Башкортостана. В основном воспитанники различных театральных студий. Раньше принимали участие в небольших проектах. Но в полнометражном фильме снимаются впервые. И к работе относятся очень по-взрослому. А так вы между собой все подружились? Да. Мы бы тогда не смогли ни одну сцену сыграть. Режиссер ленты Айсуак Юмагулов с юными актерами работает не в первый раз. К тому же действие происходит в 85-м году, во времена его детства. Поэтому для нас это такое, как машина времени возвращения в детство. Поэтому для нас это снимать увлекательно. Производством художественной картины занимается московская студия 4. Башкирская компания «Уральский кинопарк» помогает в осуществлении проекта в республике. Выбирают локации, максимально приближенные по своей атмосфере и внешнему виду к 80-м годам прошлого века. По экстерьеру это Черниковка. Черниковка прекрасно сохранилась. Там время остановилось, советское время. Дома и дворы, улицы. Сцены в больнице снимают в коридорах авиационного техникума. Сразу несколько эпизодов, в которых принимает участие Александр Самойленко, генеральный продюсер фильма. Он же играет одну из ролей. Двор авиационного техникума превратился в киногородок. В этих фургонах и офисы, и гримерные, и костюмерные. Но как только отпишут все запланированные эпизоды, команда соберется и переместится на новую локацию. Натурные съемки пройдут в Белебеевском и Белорецком районах. Их планируют завершить уже летом. Маргарита Гафарова, Азамат Даянов, Россия Культура, Башкортостан.